Всех приветствую на канале все о стиральных машинах бытовой техники. Сегодня у нас топ 5 рейтинг лучших холодильников марки LG. Ссылки на все холодильники, представленные в нашем рейтинге, вы найдете в описании к данному ролику. А мы начинаем. Возглавляет наш рейтинг довольно необычный холодильник LG. Полное название вы видите на экране. Не смотрите, что цвет тут темный графит. Они в нескольких цветах представлены. Чем эта техника так примечательна? Во-первых, она напичкана современными технологиями. Это техника премиального сегмента, как вы видите и по цене, и по тем технологиям, которые применим, которые есть в описании. Двумя компрессорами оснащен этот холодильник. У него получается тип компрессора линейно-инверторный. Мощность замораживания 12 кг в сутки. И объем общего внимания 694 литра. Чуть-чуть до 700 литров не дотягивает. То есть, это для большой семьи идеальный выбор. Плюс, при этом техника не сверх высокая, потому что это все-таки с четырьмя дверцами холодильник. 79 сантиметров высота у него. Ну и режимы тут есть супер охлаждение, супер заморозка. И можно этим холодильником управлять даже со смартфона. Ну, в частности, вот объем морозильной камеры у него 270 литров. То есть, даже отдельно морозилку. Тут некоторые покупают отдельно морозильную камеру. Ну, с таким холодильником это даже не нужно делать. Интересно он и выглядит. И у него есть технология door-in-door. Такая достаточно своеобразная. То есть, вы, не открывая холодильник, сможете посмотреть на его содержимое. То есть, постучав по вот этому стеклу дважды, стекло становится прозрачным вот таким. И вы видите, соответственно, что внутри находится. Технология такая своеобразная, конечно. Не знаю, насколько она там нужна реально. Ну, если вы действительно цените технологии, если вы любите у себя дома иметь только вот самую такую современную, интересную технику, то это, конечно, ваш вариант. Ну, естественно, по карману тоже ударит покупка. Потому что холодильник все-таки 212 499 рублей стоит. Но, как, опять же, отзываются немногочисленные пользователи, которые его приобрели, что покупка того стоит. Следующий вариант это холодильник LG. Тоже полное название, видите, на экране. Это, конечно, более простая двухкамерная техника. Но и более популярная, и более дешевая. 203 сантиметра в высоту этот холодильник. Он снабжен дисплеем. Он очень вместительный у него. Общий объем 384 литра. Ну, конечно, с предыдущим холодильником не сравнится. Но для, скажем так, стандартных холодильников это очень хороший объем. Холодильник 277 литров. Морозилка 107 литров. И также довольно мощный инверторный компрессор, который замораживает со скоростью 12 килограмм в сутки. То есть, очень техника серьезная, я бы сказал. Ну, и приобрести ее можно за 57 381 рубль. Отмечают и мастера, и пользователи ее. То есть, это холодильники популярные, распространенные, ремонтопригодные. Запчасти на них есть. Ну, и, в принципе, проблем с ними обычно не бывает. Следующий вариант это тоже аналогичный холодильник. Правда, он пониже 190. Ну, 191 почти сантиметр. Полное название этого холодильника видите на экране. 189 отзывов оставили только на Яндекс.Маркете, что говорит о популярности этого холодильника. В основном отзывы хвалебные. Единственное, что говорят приобретатели в качестве пожелания, не знаю, что маловато морозилка. Можно было бы сделать ее чуть побольше. Но если вы посмотрите на высоту холодильника, на его габариты, то здесь понятно становится, что все-таки, ну, морозилка здесь слишком большой быть не может. Ну, максимум можно было ее до 100 литров догнать. Ну, это вообще прям максимум. Получается 223 литра холодильника объем и морозилка 79 литров. Технология размораживания No Frost мощность 9,3 килограмма в сутки. Есть супер заморозка. Очень хорошая техника. Со скидкой идет 48 990 рублей. Следующий вариант – это холодильник LGGA B379SQUL. Это тоже техника, похожая на предыдущую, но более бюджетная и более скромная по высоте и по вместительности. То есть, для семьи из трех человек, в принципе, ее достаточно. Но если вы там любите запасаться продуктами, конечно, маловат будет холодильник. Общий объем 261 литр у него. No Frost морозилка 79, холодильная камера 182 литра. Ну и тоже снабжен технологией No Frost. Инверторный компрессор идет современный, технологичный. 9,3 килограмма мощность замораживания. То есть, в остальном, я хочу это подчеркнуть, он не проигрывает. Именно перед топовыми холодильниками, которые у нас в начале рейтинга, он проигрывает только по объему, по размерам. Зато по цене выигрывает 43 989 рублей. И завершает наш рейтинг холодильник LG GA-B459CQSL. Чуть менее популярная модель, прежде всего из-за цены, хотя вот по технологичности она не уступает предыдущим моделям. И даже в чем-то она лучше, потому что попытались и над дизайном поработать тут создатели. В нескольких цветах модель предлагается, и внутренняя эргономика. Чуть-чуть получше у этого холодильника. Тоже No Frost, тоже инверторный компрессор. Кстати, более мощный. У него мощность замораживания 12 килограмм в сутки идет. Ну и объем холодильника 234 литра, объем морозилки 107 литров. И куча технологий, в том числе и супер заморозка, и супер охлаждение. Даже есть защита от детей. Ну, купить его вот за 58 890 можно в данное время с учетом скидки. Но вообще так, этот холодильник стоит за 60 тысяч рублей. Ссылки на все холодильники, представленные в нашем рейтинге, вы найдете в описании к данному видео. Если это видео было вам полезно, ставьте палец вверх. Жмите на красную кнопку подписаться под роликом. Жмите на колокольчик. И всего вам хорошего.